Здравствуйте, Василий Александрович. Спасибо за то, что согласились на это интервью. И, наверное, главный вопрос, который интересует меня как налогоплательщика. На основании каких сведений вы начисляете налог на имущество для физлиц? Согласно налоговому законодательству, налоговый орган использует в своей деятельности те сведения, которые предоставляют регистрирующие органы. В данном случае налоговый орган является только пользователем той информации, которую нам предоставляют рекорганы. А все-таки первый источник – это регистрирующий орган. И на основании данных сведений мы осуществляем исчисление налогов. Василий Александрович, что делать, если уведомление не пришло, а налоги очень хочется заплатить? И к кому обращаться? В данном случае нужно что иметь в виду? Что либо у человека есть налоговая льгота, в связи с этим он не оплачивает налог, либо сумма налоговых обязательств в налоговом уведомлении менее 100 рублей. Согласно законодательству, сумма менее 100 рублей просто человеку не направляется. Ну и третий момент. Если человек является пользователем интернет-ресурса личный кабинет налогоплательщика, соответственно, ему тоже почта не направляет налоговое уведомление, он это видит через интернет-ресурс. В других иных же случаях человек вправе обратиться по месту нахождения либо своего имущества, либо по месту жительства в налоговую инспекцию, либо, как уже было сказано, если он является пользователем личного кабинета, то через личный кабинет налогоплательщика. Ну здесь еще возможна, наверное, техническая ошибка, к примеру, работа почты. Вполне возможно. И такие моменты не исключено. Сейчас многие с тревогой ждут уведомлений, не изменится ли сумма налогов. Скажу, что сумма имущественных налогов по физическим лицам, она будет увеличена, потому что в 2016 году Краснодарский край налог исчисляет еще пока из интернационной стоимости, а согласно приказам Минэкономразвития Российской Федерации, те регионы, которые применяют интернационную стоимость, применяют коэффициент дефлятора. Если в 2015 году коэффициент дефлятора составлял 1,147, то в 2016 году он составляет 1,329. Ну, соответственно, в связи с этим и увеличивается налог на имущество физических лиц. Но я так понимаю, что изменения коснутся увеличения, коснется только налога на недвижимость. Что касается других налогов, они будут в тех же размерах. И еще вопрос, если я заметил ошибку, к кому мне обращаться, что делать? В случае каких-то неясностей обращаться либо по месту нахождения имущества, либо по месту жительства в налоговую инспекцию, либо опять же через личный кабинет налогоплательщика. По остальным же, скажем так, налогам, по земельному и по транспортному налогу, ставки не изменились и налоги пока остаются прежними. Василий Александрович, спасибо за это интервью. Спасибо.